здарова народ с вами джон он желопин 312 стример 202 на твиче сегодня в этом видео мы посмотрим на игры стражей банджи выложил у себя на youtube канале официальный трейлер посмотрим на английской и на русской версиях также разберем страничку игр стражей на банджи найти но сперва мы сделаем одну вещь точнее две вещи во первых я прошу вас поставить этому видосу лайк но чтобы помочь его в продвижении во вторых мы небольшой так сказать конкурс анонсируем который мы совместно с официальной группы 10 2 проводим пока ссылочка на этот конкурс будет в описании этого ролика но вкратце о чем он собственно вместе с официальной группы здесь не 2 мы устраиваем небольшой конкурс разыгрываются три года на 1700 серебра в игре и эксклюзивные моды коды есть на все три платформы playstation xbox и пк победители смогут выбрать удобно для себя платформу остальные условия конкурса на увидите сейчас на экране также можно будет ну естественно зайти ко мне в группу и посмотреть вот собственно что мы разыгрываем как вот выглядит этот набор результаты конкурса мы подведем 23 апреля у меня на стриме на твич м в 19.00 по мск устроим рулетку и среди людей которые репостнули записи с этого поста подписались на обе группы будем выбирать победителя в общем всех жду ребят всем всем заранее спасибо за участие ладно переходим к видосу так ну что ж сперва посмотрим русскую версию затем уже оценим английскую что там у нас будет в предыдущий раз мои титаны одержали победу которую можно смело назвать сокрушительной завала началась жаркая теперь мы полюбуемся фейервер сэйн не ну прикольно прикольно завала вспомнил то что прошлые игры стражей выиграли титаны я уже сейчас пока смотрел анонсы увидел то что допустим тот же самый dmg болеет за охотников ну комьюнити менеджер английский наш вот комьюнити менеджер русский болеют за варлоков я вот поскольку и у меня охотник основной мне хочется чтобы выиграл он но посмотрим ладно пошли смотрите английскую версию теперь the last time we did this my tightens achieve what can only be described as a blowout the battle lines have been drawn now we will see fireworks ну я так понял костом будет сэйнт у нас в этот раз спасибо что не было варта она нам уже вот где ладно пойдем сейчас быстренько просмотрим что у нас тут есть в трейлерах что тут нас есть в этом трейлере неплохой сэтик вообще уже хочу эту повязку которую можно смело назвать сокрушительной ну то есть из очевидного игры стражи у нас начнутся 20 апреля и закончится 9 мая они бесплатны для всех блин ну сэта реально красивые там до этого уже все я думаю успели пошутить то что они похожи на могучих рейнджеров но когда их крупным планом показывают ну по крайней мере повязку на титана и бонд для ханта уже прям хочется на метро на повязку для варлоков теперь мы полюбуемся фейерверка просто поразительно ну вот слухи про еженедельные плейлисты подтвердились ну сливы точнее как обычно собственно то что нам придется это все делать в налетах целая куча налетов будет так что кто вдруг фармил себе ракетницу из плейлиста можно будет ее за одного попробовать вытащить ну катализатор для наследника для пулемета этого уже ожидали люди давно еще по моему с прошлого года я я надеюсь это поможет этой пушки ну засиять ярче чем она сияет сейчас потому что ну ствол достаточно интересный прикольный когда ты стреляешь у тебя появляется щит и в принципе единственный только минус то что когда электрическим оружием его пробивают ты получаешь больше урона ладно сейчас зайдем теперь на страницу игры на страницу игр стражи на банджи найти посмотрим что там у нас есть так страж что тут у нас бесплатное мероприятие для всех игроков ваш шанс прославится авангард заключил перемирие с каятой императрицы кабал и человечество получил возможность доходить спокойно чтобы поздравить стражи и воодушевить жители города завала объявляет в начале соревнований и знамена классов украшают каждый уголок башни игры стражи возвращаются слава уже ждет вас ну слушайте в этом сезоне это гораздо более органично чем было прошлом чем было прошлый раз потому что я вот вспоминаю на нас там распутин пад на нас там падает всемогущий надо распутина готовить там пушки и так далее а завала такой игры стражи пацаны а здесь вот более-менее логично все смотрится я вот не устал на это повторять то что в плане в сюжетном плане этот сезон ну пока что лучше за прошлый год для меня по крайней мере то есть я вот каждую неделю понимал что происходит в игре была какая-то единая сюжетная линия были заставочки персонажи там что-то делали ну и так далее и вот сейчас вот у нас такая небольшая ну не то что кульминация скорее передышка после сюжетной линии возможность поучаствовать в таких вот игрищах эм дальше что у нас тут соревнования стражей высший класс на прошлых играх стражей титаны не дали остальным классом ни единого шанса с тех пор охотники и варлоки усиленно готовились к ежегодной демонстрации навыков храбрости и силы воли зарабатывайте медалью его лаванты выполняйте задания карт претенденты и завершайте триумфы каждой неделе эта новая возможность выбиться в лидеры игр слушайте ну вот тогда на самом деле была достаточно забавная история то есть сперва все думали что победят охотники потому что их было больше и банджи даже вроде подкрутили шанс ну то есть чтобы у охотников не было явного преимущества в результате они там помимо того что подкрутили шанс еще сделали так то что контракты и медали вот эти на охотника и на варлока ну они были немножко геморройными ну то есть к примеру на того же самого охотника надо было дымом задеть какого нибудь моба и потом его добить с гранатой ну что то такое в общем это было это было мягко говоря неудобно я помню я сам на каком то этапе уже просто на все забил и решил делать на титане все вот эти вот медали так как ну а че бегаешь одеваешь там корону черепокрепости и просто тупо бьешь мобов все то есть это было гораздо проще у титана там было просто убей рукой или убей гранатой или убей ультой а здесь у охотника надо было извращаться у варлока не помню но тоже ну помню ну вроде там тоже была какая-то фигня надеюсь в этом сезоне в этих игр стражи будет получше ну то есть если в тот раз нам надо было выполнять игры стражи вообще везде в пвп в гамбите в налетах даже в рейдах по-моему тут банджи я так понял решили ограничиться на плейлистах налетных ну посмотрим что дальше у нас идет церемония закрытия с 7 по 9 мая будет идти поднимитесь на пьедестал каждую неделю на церемонии награждения стражи в зависимости от их положения на пьедестале окутает золотая серебряная или бронзовая аура которая останется с ними до следующей церемонии красочная церемония награждения класса победившего в игры стражи пройдет с 7 до 5 по 9 мая завершится праздничным фейерверком а славный приз будет целый год напоминать всем обидателям башни о триумфаторе этих игр ну да вот статуя была на протяжении года она стояла рядом с завалой потому что победили титаны мне вот все таки хочется чтобы победили охотники в этом году потому что во первых у меня охотник главный персонаж а во вторых мне все таки интересно куда поставить этот пьедестал потому что авангарда охотников у нас теперь нету ну как предполагали ранее поставят рядом с тем местом где до этого стоял кейт ну рядом с амандой и пару шейдеров ну то есть вот здесь у нас бронзовое обрамление серебряный и золотое я вот помню вроде бы в прошлом прошлые игры стражей если я кстати не забуду я добавлю ссылочку на мои видосы по предыдущим играм стражей в описании ну в этот во всплывающих во всплывающем окне и в конце видео тогда вот у нас что было вы ваш класс выигрывает на этой неделе ну то есть у нас на башне был такой пьедестал и там было три флага и чей класс выигрывает тот флаг был выше соответственно к концу недели если ваш класс выигрывает то у вас будет ну золотой классовый предмет ну и так далее серебряный тому бронзовый вот как это все выглядит у нас то есть это на титана это до этого было на охотника а это на варлока ну вот на варлока достаточно прикольный классовый предмет ну и на финишный прямой продемонстрируйте цвета игр стражи с 2021 года с помощью уникальных приметов доступных в программе награды банджи откройте новые эзотические перу чтобы получить возможность приобрести свеженькую спортивную куртку ну в общем кому интересно да реально гоу-гоу пауэр рейнджерс титан на центре я так понимаю потому что он выиграл предыдущие игры стражей но кто-то должен быть на центре свечение это красиво выступая за свой класс съятие от гордости благодаря новому набору уникальных украшений игр стражи со светящимися классовыми предметами а еще в продаже появилось новое украшение для пулемета наследник эзотические жесты из мира спорта и многое другое дальше у нас тут уже идут руководство по играм стражей заценим материалы это я так понял кораблик вот опять про те флаги которые я говорил то есть они будут выглядеть точно так же вот этого постамент а его лаванта здрасте все-таки она будет пощади пожалуйста я по тебе не скучал дорогуша ну ладно переживем так ну к шаксу тоже надо будет подходить зачем-то а видимо плейлисты это имелось ввиду не только налеты но еще и гамбиты и пвп опять же ну то есть как в прошлый раз скорее всего все будет дальше у нас тут уже частицы ну которые были у нас также в прошлом году ну как гамбите тогда мы обратились да за помощью к скитальцу чтобы он нам нормально все это дело организовал и опять же на каждый клад будут свои частицы падать теннисный мяч мы его по-моему еще во время сливов кек с него во время сливов еще кекали ну и сперроу по-моему это рискин какого-то уже имеющего сперроу я вот правда не помню название он кажется продавался вот и вот с эверис ну ладно дальше у нас тут обои так обои отпутите ну в общем да кто захочет сможет наценить здесь просто чтобы открыть эту иконку надо перейти на другую страницу ладно что там у нас по руководству игры стражей это мероприятие в течение которого все яркие destiny 2 могут прославить любимый класс принимая участие в соревновании на звание сильнейшего класса команда победителей получает не только славу и репутацию в честь их триумфа рядом с завалой будет воздвигнут монумент чтобы целый год напомнить напоминать всем о самом сильном классе в игре а то есть рядом с завалой все таки будет ну окей минус одна тайна не важно чей класс победит все равно рядом с титаном будет монумент ну окей начало будет 21 апреля завершение 12 мая с еженедельным обнулением требование к участию сила чтобы была выше 770 лайта а ну это старый видимо это старая видимо инструкция прошлогодняя ладно забудем то что мы до этого сейчас прочитали состязание между классами забирайте поручения на медали у эволаванта и выполняйте их чтобы заработать очки в команды за счет вашего класса поручения на медали можно получить у эволаванта после выполнения поручения приносите медали на педестал башни чтобы увеличить счет своей команды за день во время игр стражи собирайте венки которые останутся от других класс игроков чтобы выполнить поручения на медали и приносить очки своей команды венки остаются во время во всех режимах игры кроме гамбита и горнила в гамбите горнила вы получите их после окончания Экзотические оболочки призрака. Чтобы получить одну из трех экзотических оболочек призрака, вы выполните еженедельное поручение Эвы. Чтобы получить три оболочки, необходимо выполнить все три поручения. Пятистал в башне. Во время игр стражей, пятистал в башне изменяется каждый день. Отображает, какая команда вырвалась вперед сегодня. Замена классов. Знамена классов изменяются в течение дня и указывают на то, чья команда идет впереди. Золото первое место, серебро второе, бронза третье. Победитель каждого дня также отмечается в специальном календаре Но не только пьедестал изменяет цвет Классовые предметы игрока тоже становятся золотыми, серебряными и бронзами В зависимости от того, на каком месте сегодня находится его команда Я помню, в прошлом году был небольшой баг с тем, что Можно было бесконечно вставлять Ваши частицы в пьедестал Да, там надо будет ваши частицы вставлять в пьедестал Ну, те, которые вы заработали Но Банжи потом это поправили Правда, это не сильно влияло на то, что флаг поднимался или опускался Но это было забавно Важная информация, ниже приведена информация для игроков, принимающих участие в Игр Стражей Для продвижения по контрактам Игр Стражей необходимо, чтобы на персонажа был найден классовый предмет Игр Стражей Ежедневные наборы наград Эвы могут получить только игроки, которые приняли участие в состязаниях этого дня И принесли на пьедестал хотя бы одну медаль Ежедневные наборы наград не суммируются Каждый день у Эвы есть только один набор наград для игроков Винки в гамбите и гарниле выпадают и присуждаются напрямую игрокам Не получен Игроками винки не отправляются патчмастеру Чтобы они были засчитаны, их необходимо собрать Ну и далее у нас тут идет установоченный файл, тут все понятно в принципе Похожие статьи Игр Стражей Ну-ка А, ну опять то же самое В общем как-то так Такие у нас были Игр Стражей Сегодня у нас видосы плотно идут друг за другом То есть у нас до этого с утра был видос Сейчас вот Банжи нас осчастливили контентом Ну и Ожидаем на этой неделе Банжи Которое должно выйти В течение там Несколько часов Я даже на всякий случай проверю Не вышло ли оно уже А то они любят это в 9 вечера теперь выпускать Так, ладно Вроде ничего нету такого В общем, да Думаю на этом мы видос закончим Спасибо всем за просмотр Лайки, комментарии, подписка на канал Прожатие колокольчика для получения удавления о вышедшей О вышедшем видосе мне очень сильно помогут Ну и Если очень захотите канал поддержать То можно стать его спонсором Ой-ой-ой Через кнопку спонсировать У нас тут есть Несколько опций Ну, либо путник, либо дрэджин Либо тень, либо безупречный Либо вершитель Мне вот сейчас За подобную поддержку Вы получаете Специальный значок Который будет рядом с вашим ником в комментариях Ну и возможность Пользоваться эмодзиями Специальными смайликами в чате Каждого из видео На моем канале Плюс Мне вот сейчас Нужно для того, чтобы открыть Еще один такой вот эмодзи Где-то примерно 5 5 спонсоров Так что Если поддержите Буду очень признателен, ребят Ладно Увидимся В следующих видосах На стримах Не забываем про конкурс ВК Ну и Кто По ссылочкам Также пройдет В описании ролика И Меня таким образом Точно так же поддержит Всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok